Всем привет, друзья. Финал турнира Alien Sports, призовой фон 20к рублей. Проводился отбор, плюс инвайт. Один день, фастурик, ничего серьезного. Но файты были жесткие. Дропом ваши золотые лайки и полетели на Эрангель. Разлетка слева направо и первый файт у нас на жарких. Ходдроп между Энерджи и Бекуар. Но у нас команда Блэго Вард. Забролят в ногу одного из игроков команды. Энерджи Гейминг, Рэзи Фокс, у нас многоется. Лучи! Тайминг Хаешку прокидывать буду сейчас в короткий сторону Котофея. Аноним Хаешка прям по отаге. Лучше отбегает назад, берет Томпсон, но не перестрелили от коротки Анонима. А вот на жарках все равно у нас со стороны команды Блэго Вард. Есть Трайнити, который выходит против игроков из 15 команды. Дает ногу у нас по Котофею и остается один в один против Анонима, который тайминг Хаешку до Талова, пытаясь подловить как раз Трайнити на нужном моменте. И нет, не получается у Анонима это сделать. Что делает Трайнити? Он забирает очевидно. И минус коллектив Энерджи. Нави начинают включаться, делают минус 3 по Гатсентам на контах. Но и на этом не все. Занимают кубы, мозг Георгополя, рожденный побеждать, и уже нафармили 6 киллов. Канинопа уже в свою очередь воюет на северо-востоке против лоск. Сделали минус 2 и оппоненты решают уехать. Тигзи до Талова сидит на Георгополе и ждет жертвы. Сделал же минус 3. Также и КП продолжают фармить киллы. Нави все-таки совершает ошибку, такое уверенное игрой. Тигзи попадает под ротацию от Висты. Но этот же коллектив через несколько секунд все-таки откиснет. После этого Нави встречает бэквард, которые в итоге и закрывают их на топ-10. У КП не лучшая ситуация. Проходят парни в круг, а их не впускают сразу с двух сторон. Олдбой живет, Акзер влетает также у нас на самый край зоны. А вот Гонзо прокидывает дополнительную хаешечку. Акзер перебошел количество хитпоинтов. Гонзо получил все-таки здесь ног. Акзеру было бы неплохо сейчас восстановить свои хитпоинты. Олдбой оцеливается с помощью дымов, которые пытаются раскинуть прямо перед собой. Но хаешки приходят и спереди сзади. КП зажимает. Оба остаются в соло и будет закрыт на топ-5. Остались на финалочку. Овермедия, Элина, Макс и Пейнт. Игропой магии находятся в фуровозе, прострелы, раз-два попадания есть. Попадается забрать его сними игрока из команды Пейнт. Также под раздачу происходят у нас дальше игроки из команды Максиспорт. Зефир серьезно задавил его здесь миррор. Три в три, скорее всего мы увидим сейчас файт, даже два в три. Вот, игроком команды Вермедия, фуровоз, это хорошему, сделал дал лоу хп с помощью хе и уже встал и добрал. А тем не менее, эндорфин в это время нокает лапкауст. Есть хорошие шансы для того, чтобы не забрать на топ, янголд, что осознанно у хп равных достаточно с игроком нок от зоны, серьезно. Энергий в понимании находится от фуровоз, это фуровоз застает и его уже все. И в ситуации 2 на 2, Элина, Эспорт забирает первый топ с 10 километров. Миромар, круг налево, разлетка с юго-запада на северо-восток и сразу летим на ходдроп на Волдмар, кп и виста файтер. Это добив по одному другому командой виста гейминг. Котиш, злой прострел у нас по Гонзо, добирается на дремя новыми. По крайней мере у него очень сильно такое ло хп, чиззас, постарался прострелить, но Гонзо все равно у нас справился в нок. Два нока у игроки какого команды Кайнина Пауэр. Олдбой, три нока, серьезно. Акзер, Сосов, Соло, последняя надежда, кп. Надо спускаться как-то под олдбоя, не знаю, я не заметил даже, что олдбой у нас здесь подремя нокнулся. Так, на одну долю единицы из хитпоинтов, вряд ли что получится толковое сделать. А, я понял. Кп отлетают первыми на этой карте, далее уже на рекламе жесткий файп между Авермедиа и Силз. Да, и Силз никак не проходит дальше, Лосы продвигаются, Лав получает нок, Аксерос, так же нок, это Таффи Кун, Таффи Кун, да, все осталось, но здесь соло. Дымы, я не знаю, как они до сих пор нас здесь не развеялись, Таффи Кун, что прячется в кусышку, серьезно. Э, ну фарт, это уже стороны даже больше как фарта для команды Силз-Коностров. Был бы неплохо Молик сейчас откинуть, конечно, для последнего игрока команды Силз, потому что, или хотя бы на уль, на команду, нет, я не знаю, почему он на крышу не вышел, он мог забирать. Нави двигается с юга, встречает Пейнт, есть минусы по Китсуне. Остался Мурзил-Кейс Пейнт играть на плейсмен. Виста после файта с КП проходят кург и натыкаются на энерджи, сразу делают себе преимущество в количестве игроков. Добив, и Виста Гейминг пытается обезубить, и Чезас вдвоем максимально науверенных и передвигаются, и пытаются разваливать все и вся. Чезас есть ног по Крэзи Фоксу, и теперь вопрос по Анониму, выдаст ли он свою сейчас позицию, либо переедет куда-то в совершенно другом направлении. Крэзи Фокс добирается успешно. Котич в это время объезжает за спину к Анониму, Котичу доверили, он его не заметил, не смог сдавить, хотя было бы неплохо, если бы сдавил последнего игрока. И Виста Гейминг все остались, теперь у нас втроем. Интересные файты, то с одной, то с другой командой, но приятным понимаем, что Аноним переживет троих игроков с командой Виста Гейминг. Но, тем не менее, есть ног по Крэзи Фоксу, серьезно, доберет, неплохо. Это по-любому минус при команде Виста Гейминг, если ребята позволили... В итоге 8 килов уже у Виста. Нави оказывается на юге круга, теряют Мекку от игрока Макс, Тикзи точной хаешкой мстит за него. И с 9 килами продолжат на финалочку, а на финалочку осталось 3 команды уже, Нави, Гацент и Элина. Посмотрим сейчас, кто кого и на какую же сторону снает нас Миррор. Он очень долго достаточно рассматривал команду Гацент и по пещерам, для того, чтобы поднять ногу твоего тиммейта. И хаешка от Нави финиширует последних игроков данной команды. И это, уверены, уже топ-2. 10 метров, всякие 10 метров. И зона Миррора у нас уж очень сильно просаживает. Ну и Тикзи просадил через ДВИ. Минус, он большой, как все, хиппоинтов, да, и вот как раз таки. Так, вышел Матика, нет. Тикзи с Матиком быстро разбираются, с последним икаточка с 11 килами за Нави. Санук, разлетка с северо-запада на юго-восток. Нави прыгнули на остров Кемпальфа, как всегда. И в район с Мекку должен был бы прыгнуть Тикзи, но он вылетел с игры и был в АФК некоторое время. И Мекку пришлось ДПС принимать игроков сил. Согретила сразу, есть как игроков, есть ног, раз, два, три, три. Что? Мекку три нока по команде Силс Коза Ностера. Неужели, что мы видим? Лолипоп ног, Такавикум также нокается, и Такавик гэд также минус. Мекку лоха Б открывается под Акселя, ну камон. Заигрался все-таки здесь. Игранная команда, и Аксель бежит сразу садить на кулак. Тикзи, оаа. Наверное не услышал, как последний Силс уже подходил справа, а мог бы сделать и минус 4 Мекку, но хотел добить и третьего. КП остаются закрывать весь Восток в большом сплите. Сначала Пейнов контролировали, сделали минус 2, но потеряли на уме. Далее уже Виста на подходе, теряют Гонзе в этот раз. Аксель с Олдбем остались на Кхан. Нави после минуса по 2м Силс проходят с запада, но их высматривают и замечают. Тут живет нокац, нока, 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 нока. Но все-таки и по Тикзи, Матикум. Также в нокаце Китсуны остаются в соло. В прошлой игре я бы помню, что на Мирамаре Китсуны краски. Китсуна остался далеко от круга, 16 аптеками и с 25 бинтами. КП отлетели на топ-8 от последнего из Пейнт Мурзил. И осталось 5 команд. Виста, Бекварт, Элина, Нави и Эстинчин. Камон, маленькая аптека, он прострелит нас по линии Спортс, дает прострел по Мирору, но серьезно, ничего не залетает. И игрок из команды. Эстинджи экстра Китсуны покинул нас на третьей позиции для своей команды. Вот это, по-моему, хороший перехил. Когда дошел, и виден как раз-таки он... Все, спектр действия, ребят, сугубо сосредоточен на дым, где лучи, и в тылу, где находится Силпп, против ребят. На этом по эндорфину перестреливать он также пытается и Малова. Чуть-чуть, буквально ему здесь не хватило. Лучше здесь уже доработал, но 15 метров уже лучше эти никак не пройдет. Мы понимаем, да, потому что зона уже все, конец, хотя... И большой хаос под конец, из которого выходят победители Милина и Спортс. Второй топчик с 10 километров. Четвертая карта, Эрангель, самолет снизу наверх по левой стороне. КПшки решили остаться на военке. Сил, Сил спешно делают минус 2, что заставляет остальных утилизироваться с локации. Вист на юго-западе, круга заканчивают с Энерджи. Команда живут, ой, как же неплохо, Беззубик набирает высоту. Он видит фул, а потом у Котофея встает, зажимается за емпы. И это вполне изи, но как раз таки со стороны команды Вистагейм. Вы понимаете, где находится Аноним, готовы на него сразу же где-то выпрыгнуть. Простреливает с тремя Беззубик и его, и забирает плюс килл. Далее уже Нави заезжают на молочку в лице Тикза и Матика, и неудачно минусуют их. Мекус ДП делает ног по оппоненту, но его застилили. Чуть позже еще раз делает ног и решается на пуш. Прокидывает в здание, где предползительно могут находиться игроки с командой. Харкор Блэк, ой, а ответ на Харешка неплохо так прокосло. Было бы неплохо сейчас забустаться до фула. Так, сбоку понимает Меку, что настреливают Блэгуварды. Под них поставляться точно нельзя. Вандербой, я тут уже моментом Меку. Вот, получает ног. Ну, я вообще не думал, что Вандербой не сможет там ног, но ладно. Так, Хитсуна в соло. Ой, а прострелы до потесли введутся? Вот это все серьезно. Два игрока, раз, два, звонок от Хитсуна. Нет, один только. И Нави топ-11. Очень активно получается пятая зона, которая на шелтере КП на характере. Заезжает на лицо STG, далее еще и забирает пейнт. Нет, пока, да. Здесь убил я, здесь убил. Вадим заедем. Подоедем. Да, 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 поехали. А, я смотрю вас, я смотрю вас. Эй, брат, ты. Закам, закам. Закам, закам. Закам, да, здесь убил я, здесь убил. Я мокну вот эту площадь, ну го, заедем. Заеду уже. Да, 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 Акде, поехали. Ну, другой вход шелтера. А, я смотрю вас, я смотрю. Вон, запали, пали, я на гору заеду. Эй, брат. Ну, как было ли фулл опыт на греки с командой пейнтом. Все. Минус команда STG, экстра, КП не останавливается ни перед чем. 11 килл. В копилочку данным игрокам падает. И 47 метров до зоны. Они еще и еще настреливают по пейнт. Но как раз я сказал, что они за зоны. Им придется файтить со всеми подряд. Команда вермедия. Также и минус овермедия. И это уже 14 килл у парней. И последние 5 команд. Элина, Лост, КП, Хард и Виста. Раскидка в дыма. Коти живут. Лост пытается спуститься вниз. Элина, опять-таки, готова, я думаю, сейчас встречать своих противников. Но Лост Парадайз, как удачно. Сейчас получает у нас ног. Лео от мира живет с юмпой в руках. Лео от добирается. Ха-Е, вторую мира залетает. Пытается стряться от Лостов. Но Лост и все-таки влетают. И дают дополнительные ноги. Теперь занимает команда Лост Парадайз. В данную бутку КП у нас. Просто идут и стреляют на всех. Ребята забрали. Неисчисляемое количество команд. Прокидывают все, что у них есть. Все малики. Все ха-Ешки, как будто они копили все 3 игры до этого. Не просто посмотрите, сколько прокидываемой всей мощи. Что там с Маклареном? Макларен сдох. Падение, отпадение. Рича лошала. Раскидываю ха-Ешки. Рича лошала. Ау-Си. КП что-то невероятное показывает. Никого не замечают и набивают 21 килл. И Ирангель за ними. И последний Миромар. Самолет северо-запад на юго-восток. Круг на север. 13 команд все зашло на игру. Это очень печально, что не доигрывают ребятам. Переходим на вторую зону. Матик заезжает на гору, где также и команда Ост. Встречает одного и без препятствий забирает. На помощь к Матику едет Тигзи. Объезжает за спину троим из ООС. Но теперь Тигзи минусует. Зона прокает в их сторону. В сторону этого файта. И смотрим продолжение. Тем более, что приехали еще и КП сюда. Все равно какая-то интересная игра. Я думаю, все равно понимает, что делает. На историю на все наши предположения. Таймис уже сразу же Хаешку в сторону Крайбэби. И один нок он уже и минус одного игрока по Аластам дал. Второй раз получится или нет? Что делает Матик? Он отправляет еще один нок по игрокам команды. У меня Лос Передес просто в соло пытается разматывать их по одному по одному игроку. Еще одна сторона Хаешка в сторону Крайбэби. Но здесь же Крайбэби еще живет. А вот Хаешка от Китсуна все-таки его добирает. Архитектор здесь осуществовал ОКП. Есть, но по Китсуне Матик должен просто дожимать. У нас оставшихся игроков из команды Лост. Это последний янг из своей команды. Архитер Мок, Скаут. Один в один. То есть ребята, но по Матику зажимают еще и другие команды. И поэтому Акзир финиширует у нас игроков команды Натус Винсер. Что-то я понимаю, что Нави могут теперь залепить. И у нас в Лостоп-1. И КП еще и застилили киллы. Не забрали. КП забирают остатки у Лост. Ну а мы переходим на финал. Последние пять команд. КП, Авермедиа, Элина, СТГ и Виста. Ну вот, это Нокается. На тропхаусе СТО в соло. Въезжает в Алину и СПОРС. Стоим лежит здесь за забором. Но здесь же команда... Да, брать именно эту команду. Элина пытается восстановиться полностью. Да, и кстати, Элина 4 килла. Потеряли, правда, здесь малого. И здесь же у нас 3 коллектива остаются переживые. И уже так, есть уже Нок у нас по Элине. Но у нас до сих пор 3 коллектива. Виста, гейминг, маки, лох, АП. Пода состоит за икидпоинт. Пробегая на салево на пуш. Получая прострела с АТО Акзера. Теряет что с икидпоинтов. Но это минус команды Элина Спорт. Третья позиция, все равно, ребят, неплох. 9 киллов. Ух, хорошо. Здесь медиа топ-1, ребята. В принципе, на данном турнире от организации АЛЕН Еспортс Индастрии. Нок по маки, ног по беззубику. И Чизаса, состав соло. Так, конечно, в сторону гон за гон. Он тоже давным-давно ушел с третьей позиции. Вперед, нащупать. Да, и посмотрим на сно. Опа. А это плюс сил, да. Их, которые сильно продвинут вперед. А теперь у нас уже Чизаса остался в соло против двойки. Главное сейчас не сплетоваться Акзеру совместно с Номи. От Чизаса до Пталова. В сторону Акзера. Ха-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Да, но это уже раунд. Акзера. Но Михае. Так, ну нет. Камон. Ну Чиза на МКшке. Да камон. Чиза складчит КП для своей команды. Забирает топчик престижа. Итоги турнира. Lina Esports на первом. Далее КП, Виста и Нави. Вот такой турнир, друзья. Уже завтра начинается финал по МПЛ. Не пропустите трансляцию. Ну или мои обзорчики. Всем спасибо и удачи.